Для горожан, проживающих в этой части города, местный рынок – самое удобное место для покупок. Уличные торговцы предлагают товар по низким ценам. Однако часто за привлекательной стоимостью скрывается отсутствие качества. Вот у одного из продавцов и нашлось документов на мясную продукцию. На данное мясо, предположительно говядину, значит, отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие благополучие местности именно в ветеринарном отношении. Ну и не была проведена ветеринарно-санитарная экспертиза в полном объеме, что ставит под сомнение качество продукции. Продукция конфискована, а ее продавцу грозит штраф до 5000 рублей. Изъятое мясо после исследования будет уничтожено. Места уличной торговли инспекторы ветнодзора проверяют вместе со службой судебных приставов в рамках операции «Должник». Кроме нарушений правила продажи, у продавцов могут обнаружиться и долги. «Граждане неохотно, но оплачивают. Уже есть первые должники, которые уже погасили административные штрафы. Но есть и такие, которые, ссылаясь на свое безденежье и безработицу, говорят, что они не могут оплатить. В итоге судебными приставами-исполнителями будет изъято их имущество, видимо, до тех пор, пока они не оплатят административные штрафы». По итогам комплексной проверки к административной ответственности было привлечено более 20 человек. Некоторые оплатили свои штрафы на месте, а один должник лишился имущества. «В первую очередь предлагается должнику самому предоставить имущество для составления акта описи и ареста. Если должник не использует данное право, тогда судебный пристав самостоятельно выбирает имущество, на которое будет наложен арест. И в дальнейшем судьба данного имущества будет зависеть только от самого должника». Приставы уже давно перестали взывать к совести горожан. Ожидания, уговоры и требования сменились вот на такие неожиданные рейды. Павел Козлов, Дмитрий Новопашин. Местное время. 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 Павел Козлов, Дмитрий Новопашин. Местное время.